Итак, вы давно искали этот гайд, и вы хотите сделать ловушку для моба. Что ж, вы нашли этот гайд. Сегодня мы будем рассматривать две самые простейшие ловушки. Нет, мы не берем компьютерную версию Майнкрафта, и мы не берем самой-самой новой версии Майнкрафта. Мы берем вот эту вот динозавровскую версию, в которую я играю, ну, уже не знаю сколько лет, потому что тут можно по локальной сети играть. Ну, а так, начнем. Первая ловушка ров. Нет, это самый-самый, что ни на есть, обыкновенный ров. Никакой магии, только чистый хаткор. Выкапываем наш ров и заполняем боковые стенки люками. Да, открываем их, и тадам! Нет, никакого чуда не произойдет. Это мобы считают как заполноценный блок. Соответственно, когда они сюда наступят, они провалятся в вашу, так скажем, область. И? И что дальше? Нет, ничего дальше не произойдет. Это все. Да, это работает на любых версиях, поэтому пользуйтесь на здоровье. Ну, а мы переходим к следующей ловушке. Точнее, ее можно уже скорее назвать фармилка для спаунера. Должно получиться вот что-то в таком роде. Главное не забыть два ведра воды, два раздатчика, красный камень и источник энергии. Делаем так, чтобы когда раздатчики создавали воду, туда не попадали мобы. Иначе они там будут стоять или плавать, не знаю, что там уже будет происходить. Но главное, что они не будут сливаться вот в это отверстие. Да, оно может засориться, как, например, в раковине. Но такого с спаунером произойти не должно. Делаем вот такой вот слив. Главное, чтобы вода этот слив не заливала. Не делаем этот слив, опять же, слишком глубоким, иначе наши мобы могут разбиться. Внизу нашей постройки делаем вот такое вот окошечко. И можем беспрепятственно убивать толпу зомби, которая не может оттуда вылезти, не может вам ничего сделать. Ну, если это, конечно, не дети зомби. И, конечно же, вы будете получать кучу гнилятинки и, конечно же, опыта. И что, опять ничего необычного? Нет, ребята. Только чистый хаткор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова